Добрый день всем! И сегодня наш любимый день. Он называется «Сегодня». Вчера уже прошло. Это прошлое. Ничего изменить нельзя. Завтра оно зависит от сегодняшнего дня. И сегодня решается всё. Каждый день сегодня решается всё. У меня сегодня потрясающая задача. Я сейчас загружу свою презентацию. Я сегодня вам спою. Не удивляйтесь. Я спою хвалебную песнь новому продукту, от которого я, можно сказать, в восторге, несмотря на огромный опыт работы с продуктом. И я думаю, что многие из вас, кто попробовал, тоже испытывают самые-самые прекрасные эмоции. И поэтому я прошу вас в процессе нашего, моего выступления, очень коротко пишите, да, улучшился сон, я стала спокойнее, стрессы уже не для меня. И вот в таком духе, пожалуйста, я прошу вас писать очень коротко ваши впечатления о новом продукте. Потому что те, кто попробовал, все впечатлены. По крайней мере, те, с кем я беседовал. И вот почему мы, компания поставила слоганом «Магия магния». Я вам сейчас докажу, что это не зря. И что то, что компания декларировала, на самом деле чистая правда. И то, что мы с вами сейчас будем говорить, это доказательство, что этот продукт уникальный на рынке, на рынке БАД. И таких подобных просто нет. Итак, мы с вами приступаем к магнию. Значит, есть четыре формы, четыре категории форм магния. И их можно разделить на два класса. Вот первые две категории – нерастворимые соли, оксид, карбонат, гидроксид. И растворимые соли, сульфат и хлорид – это неорганические формы. Мы знали об этом, но такой детализации раньше не было. И, ну, наука нутрициологии развивается. И есть еще органические формы. И вот две группы остальных – это органические растворимые соли, цитрат, малат. Сразу скажу, что у нас с вами, значит, малат из этой группы. Соединение с яблочной кислотой – прекрасный продукт, который отвечает за нервную систему. Лактат, пидолат. А есть еще хилатные органические комплексы. Это соединение с аминокислотами. То есть очень близкие организму, усвояемые, как в природе, аспартат, глицинат, в том числе безглицинат. Это наша форма. Таурат, лизинат и так далее, значит, в том же духе. Значит, и смотрим правую колонку. У этих форм разное количество магния. Вот оксид магния 60%, карбонат 45%. Смотрим ниже, сразу пролистываем цитрат магния. Мы о нем будем говорить как бы в сравнении. Глицинат, в том числе безглицинат, это близкие формы. 18%, а мало-то вообще 6,5%. Как же так? Компания взяла с небольшим содержанием магния продукты. Но на самом деле все зависит от того, что организм примет, что он усвоит. И есть такое понятие, вы о нем знаете, биодоступность. Иногда еще пишут усвояемость, биоусвояемость. Потому что все усваиваются по-разному. Магний неорганика. Но я всегда говорила, когда это неорганика, это как руда протертая. Или это вообще синтетические формы. Поэтому оксид магния, значит, доступность. То есть то, что придет в клетку и будет работать. Оксид магния 4%, гидроксид 10%. Дальше опять пролистываем малат 70%, глицинат магния. И в том числе и безглицинат 80%. И цитрат 90%. 90%. Почему же компания не взяла цитрат? Я вам открою этот маленький секрет. Например, у Солгора, знаете, такая аптечная компания, у них есть цитраты прямо в суточной дозировке. Но только те, кто его будут пить. Я не уверена, что они добегут до туалета. Потому что это выраженное слабительное действие. И показан он только тем, у кого жесткие запоры. Ну, например, у сибирского здоровья тоже цитрат магния. Но там такая маленькая дозировка, что до туалета они точно добегут. Но толку, как вы понимаете. И вот с правой стороны смотрите, значит, пример. Оксид магния, да, это не органика. Значит, содержится магния на таблетку, например, 90 миллиграмм. А аптеки такие выпускают. Значит, и некоторые компании, кстати говоря. Но всего лишь усвоится из 94 миллиграмма. Вот. Остальной организм получит в виде нерастворимых органических солей. Как вы думаете, где они осядут? Логично. Скорее всего, в почках. Возможно, в желчном пузыре и так далее. И, в общем-то, лишняя нагрузка на организм. Глицинат. Также и без глицинат. Близкие формы. Без глицинат – это наша форма. Значит, 150 миллиграмм при приеме без глицината магния, в том числе. Глицината и без глицинатов. В одной таблетке 20 или капсуле 27 миллиграмм. Это пример, не касающийся нас. Это просто пример. Значит, 27 миллиграмм усвоится из 27 – 21. И организм, кроме того, получает, это тоже нас касается, получает великолепную поддержку в виде глицина. Это аминокисла – одно из главных действующих лиц в нервной системе, в головном мозге. Тормозит при стрессе, значит, помогает с бессонницей, укрепляет в целом нервную систему и так далее. И очень много прекрасно, даже улучшает настроение, снимает раздражительность и так далее. То есть то, что нам нужно получить от этого продукта, от магния усиливает еще глицин. Но вернемся все-таки к магнию. Почему именно магний? Да, при нехватке магния, потеря аппетита, аритмия очень влияет на сердечно-сосудистую систему. Значит, раздражительность, плохой сон, судороги в мышцах, милые дамы бальзаковского возраста. Чаще всего судороги не снижением кальция обусловлены, потому что кальций вымывается из костей в той или иной мере, когда снижается уровень женских гормонов, эстрогенов. А это чаще всего нехватка магния. И магний, он вездесущий, он занят в производстве энергии, в синтезе белков. Главная самая передача импульса, согнуть руку, ногу, это должен быть нервный импульс, и без этого, без магния вы это не сделаете. Он помогает в сокращении мышцы сердца, он участвует в иммунитете. В общем, вездесущий магний, и его не хватает у 80-90% людей. И он не обладает токсическим действием, и поэтому его можно давать всем, потому что измерить его в организме, ну, это очень тонкие научные исследования, и то не совсем точные. Потому что магний на 99% находится в клетке, а в крови только 1%. Ну, как можно судить, что находится в клетке, если взять кровь? Поэтому сдавать бесполезно. И даже по исследованиям по волосам тоже не дает точного ответа. То есть магний нужен всем. И сразу хочу сказать, обратите внимание, что он нужен особенно не только для нервной системы, но и сердечно-сосудистый, он содержится в жесткой воде, он содержится в цельнозерновом хлебе, в отрубях, в орехах. Самое большое содержание – это какао. В 100 миллиграммах находится суточная доза магния. Поэтому какао – прекрасный напиток, тоже показан всем. Рекомендую. Даже кому-то, может быть, вместо кофе стоит заменить. Итак, магний нужен всем и для нервной системы, и для сердечно-сосудистой, и для всех других систем организма. И вот активные компоненты, кроме магния, который и снижает давление, и улучшает сон, и влияет на сердечный ритм. Очень часто у человека возникает аритмия. Врачи назначают антиаритмические лекарства, которые имеют громадный список побочных эффектов. И при этом начинают еще и вредить для сердечно-сосудистой системы. Это очевидно, все это понимают. Но как бы выхода нет. А выход магний. Вот, к сожалению, врачи мало наслышаны о пользе нутриентов. Зверобой. Вот три травы, которые входят своими биофлавоноидами, обогащают состав нашего МГР. Кто-то называет МГР, кто-то по латинице, кто-то МГР. Но суть такова, продукт уникальный. Итак, зверобой. Он, эта трава уникальная, ее называли в древности, трава от 99 недуг. Она и оказывает великолепное влияние на сердце. Значит, тоже снижает давление повышенное. Вы помните, они все оказывают только регулирующее влияние. Она, конечно, великолепна для нервной системы, успокаивающее действие, замечательное. Еще и обезболивающее, спазмолитическое, снижает уровень депрессии, симптомы депрессии снимает. И при этом повышение работоспособности. То есть, обычно седативные препараты аптечные, они человека делают спокойным, но вялым. Уровень энергии снижается. А здесь, при том, что нервная система успокаивается, а уровень энергии повышается. Теперь смотрим белокудренник черный. Очень похож на мяту, поэтому народное название собачья мята. Он точно у вас где-нибудь на даче растет. Но это чудное растение. У цветка такие мелкие беленькие кудри, поэтому он так и назван. И заметьте, он тоже великолепно влияет на сердце, улучшает работу сердца. Он снижает повышенное артериальное давление. Он борется с бессонницей. Он природный антидепрессант. И при этом тоже тонизирующие действия. То есть человек получает энергию. Но про боярышник это отдельная, конечно, песня. Все знают, что это и сердечно-сосудистый, прежде всего его знают именно как для этого, для улучшения деятельности сердечно-сосудистой системы. Но он великолепно влияет и на центральную нервную систему. Успокаивает, снижает возбудимость и влияет благотворно при нервных различных заболеваниях. То есть вы представляете, какой вот это чудный состав для нервной системы. И можно рекомендовать не только при заболеваниях, связанных с нервной системой, но особенно при заболеваниях еще и сердечно-сосудистой системы. Но поскольку все болезни от нервов, как говорят, то в любую программу надо включать МГН. Но как же он состыкуется с ПАКСом? Он тоже для нервной системы. И они очень разные. И их можно комбинировать. Значит, ну, витамин С вездесущий тоже необходим, как номер один для иммунитета и для нервной системы, и для сердечно-сосудистой. И где он только не участвует, да, он тоже как магний вездесущий. И нужен везде. И поэтому в организме он очень быстро расходуется. Ну, в общем-то, надо пить его постоянно при нашей жизни, да. Вот. Так вот, возвращаясь к ПАКСу, значит, смотрите, МГР содержит три витамина группы В. Это нативные формы, тоже с высокой биоусвояемостью. То есть это не синтетические. Это натуральные формы. Я это заявляю с полной ответственностью, потому что мне пришлось, я смогла принять скромное участие в создании этого продукта. Главный создатель – это наш эксперт Наталья Рудых. Не устаю ею восхищаться, ее профессионализмом. Такие глубокие знания. Редкий человек и редкий нутрициолог, хочу вам сказать. Потому что нутрициологов сейчас много, разброс их качества очень разный. Но наша Наталья – это просто находка для компании. И это, значит, в результате серьезных переговоров с французами сделали лучшие формы и витаминов. Так вот, опять-таки, наш продукт П, значит, там 7 витаминов группы В, там валериана, там лаванда и мелиса. Да, тоже каждый со своим особенным действием на нервную систему. Поэтому в идеале, кому надо, можно комбинировать. Передозировки не предполагаются при наших с вами дефицитах. И еще я хотела сравнить не только с некоторыми препаратами аптечными, наш продукт с магнием. Я хотела вам сказать еще и в сравнении с, да, я уже сказала, с некоторыми нашими коллегами, да, которые нам совершенно не конкуренты. Обратите внимание, да, и по поводу аптечных. Широко рекламируется магний B6, магнелис B6. Так вот, там чаще всего маленькие дозировки, очень часто это цитрат, вы знаете. Ну, понятно, много нельзя положить, немножко кладут и толку мало. Мало активной формы, небольшие дозировки. Характерно, что там B6, синтетика у всех, синтетический. И еще один нюансик в сравнении с конкурентами, которые нам не конкуренты. Как говорят нутрициологи, все вот эти аптечные всякие там магнелисы, да, и прочее, они содержат большое количество допов, как говорят профессионалы. То есть дополнительных веществ, загуститель, значит, эмульгатор. И еще, знаете, меня вообще поразило, сейчас даже прочитаю, глазирователь. То есть глазировать еще эту таблетку. То есть химии там предостаточно. Поэтому наш продукт вне всякого конкурса. И он сейчас входит в классик, он входит в уже популярный вейхит. Я думаю, он будет приобретать еще большую популярность вейхит, когда компания уже сделает вот такой системный выдачу нашего любимого классика в полном объеме. теперь в девяти составляющих этого классика, да, то это будет, конечно, великолепное наше приобретение для тех, кто и для себя покупает, и покупает для продажи. И это такой прекрасный маленький складик для тех, кому надо выдать новому человеку, если чего-то нет в продаже, выдать ему первоначальную программку. И хочу подчеркнуть, что МГР, например, в российских магазинах, он в свободной продаже. И тех, у кого еще нет, он на подходе. Поэтому пользуйтесь таким сокровищем, пользуйтесь. Это уникум на рынке. Ни у кого такого сочетания форм, когда формы, значит, а это считается очень хорошо, когда несколько форм. И у нас самые лучшие формы, как вы заметили, с высокой биоусвояемостью. И еще и дополнены растительными компонентами, которые тоже считаются издревле самыми сильными антидепрессантами, антистрессовыми продуктами, улучшающими мозговое кровообращение. В общем, это наше все.